Ссылка на полезность. С этой ошибкой приходится иметь дело, когда вместо доказательства истинности тезиса вам предлагают признать его на основании пользы, которая может быть извлечена из признания его истинным. Ну, например, потому что это выгодно, или так все останутся довольны, или же и нам больше никогда не придется иметь с этим дело и т.п. Именно такая мотивация, приоритет того, что полезно над тем, что правильно, стала основанием для ареста и казни Иисуса. Первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом, и народом нашим. Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященникам, сказал им, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Иван Геатана, 11 глава, 47-50 стихи. Точно так же прокуратор Иудеи Понтий Пилат, рассмотрев дело Иисуса Назарянина, изначально провозгласил оправдательный вердикт. Я никакой вины не нахожу в нем, от Иоанна, 18-38. Но тут же нашел, как он думал, полезное для успокоения оппонентов решение. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя Иудейства, 18-39. Тем самым он предложил решать судьбу невиновного наравне с преступником. Но и это не сработало. Мало того, что цель так и не была достигнута, так еще и пришлось отпустить на волю разбойника. И тогда Пилат предпринял следующий полезный шаг. Он велел наказать Иисуса бичеванием, после чего опять вышел к ним и сказал, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в Терновом Венце и в Багренице и сказал им Пилат, все человек. Казалось бы, вот самое полезное решение. Все должны быть довольны. И правда восторжествовала, вынесен справедливый вердикт, и народное требование удовлетворено. Тот, кто их раздражал, понес наказание. Но наказавши невиновного, Пилат отрезал себе путь к отступлению. И теперь поступить правильно уже не удастся. Данный подход может оказаться западнею для тех, кто следует им. Порой, к сожалению, мы и сами помогаем распространять миф о полезной лжи христианства. Вместо того, чтобы провозглашать христианскую веру истиной, мы зачастую негласно соглашаемся, что речь идет не об истине или заблуждении, а всего лишь об учении, от которого и людям становится хорошо, и сами они становятся лучше, да и обществу, то бишь властям от этого пользуют. Однако такая точка зрения не только лукава, но и логически несостоятельна. Если мы готовы ради улучшения людей учить их лжи, то не погорязли ли мы сами во лжи и не разучились ли отличать ложь от истины. Полезность христианства вполне уместный полемический довод в пользу несостоятельности атеизма, но он никоим образом не является доказательством истинности христианского учения. Фактически мы провозглашаем, не тратьте, мол, времени, убеждая людей в истинности христианства. Главное, что оно делает людей лучше. Каким же это образом ложь может делать людей лучше? Когда прокуратор Фест объявляет учение Павла безумным, апостол не парирует этот выпад утверждения безумно, зато полезно, а обличает несостоятельность подобного заявления. Нет, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Деяния апостола, 26 глава, 25 стих.